друзья всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал о маркет составляете ваши вопросы в секции с комментариями не забывайте ставить лайки также друзья в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш telegram канал где мы на ежедневной основе публикуем самую актуальную информацию самые важные новостные сфотки которые помогают вам в принятии торговых решений ну что ж сегодня мы подводим итоги двухдневного заседания американского регулятора точнее они уже были подведены накануне сегодня мы просто разбираем ту дорожную карту которую фрс нам наметил сразу хочу сказать что торговая сессия среды стала днем триумфа для покупателей доллара не для продавцов это конечно же меня расстраивает потому что я американскую валюту продавал и не только я но есть то что есть фрс который подтвердил в принципе свою установку на сохранение мягкой экономической политики оказал совершенно не то влияние на финансовые рынки которые которые мог бы оказать и важно тоже отметить что реакция рынка на комментарии на которые рынок должен был бы отреагировать иначе она забросила те торгуемые нам инструменты рисковые инструменты против фон американца к уровням месячной давности поэтому придется пройти снова большой путь друзья прежде чем мы вернемся к тем уровнем которые были и прежде чем мы увидим все таки отработку на мой взгляд все еще актуальной такой же актуальной как и раньше идеи все-таки долгосрочного ослабления американского доллара потому что по итогам последнего седания американского регулятора мы получили в очередной раз установку на то что текущая монетарная политика должна остаться неизменной сейчас конечно же мы чуть подробнее поговорим о том что было отмечено и почему реакция оказалась такой хотя вопрос почему это риторические ответы на него наверное даже не только не требуется его просто не может быть рынок не знает как работать с тем новостным фоном который есть моменте но то что доллар отреагировал роста на установку сохранения стимулирующей монетарной политики это тоже друзья очень странная реакция поэтому я вас призываю все таки не теряйте бдительности как бы заманчиво сейчас не было положиться на везде идущие заявления комментарии о том что политика изменилась фидоризирует теперь траектории роста американского доллара это новый тренд я вам советую миллион раз подумайся согласны ли вы с тем что доллар будет расти и если так то чем вы связываете опять же такую же динамику по факту вчерашнего заседания фрс ставки те же самые значения что и раньше но разумеется мы не допускали возможности их изменения программа количественного смягчения 120 миллиардов долларов в месяц которые идут на покупку казначейских и ипотечных облигаций прогнозы по инфляции экономическому росту были пересмотрены это тоже ожидаемо учитывая последний рост инфляции конечно же а индекс потребительских цен по показателям должен был быть скорректированным и вообще в принципе улучшение экономических условий в экономике должно было стать причиной того чтобы фрс дал более оптимистичную оценку того что с американской экономикой будет дальше 3 4 процента это ожидание по инфляции на двадцать первый год друзья сейчас значение по инфляции 5 процентов то есть сам факт того что такой прогноз был озвучен после тех цифр которые мы видели ранее которые выше текущего целевого значения и ожиданий это подтверждение того что фрс не стала отказываться от своих слов называя последние триггеры для роста инфляции временным явлением который сойдет на нет уже концу этого года и в двадцать втором году инфляция начнет стабилизироваться в районе целевого уровня который на мой взгляд будет уже вновь обозначен на отметке 2 процента темп экономического роста 7 процентов с 6 и 5 то есть 7 процентов это очень крутой показатель и я допускаю что ближе к концу года оценка будет еще более улучшена и американская экономика станет лидером среди развитых стран и в рамках всей мировой экономики по темпам экономического восстановления по поводу выступления пресс-конференция паула тоже очень много было комплиментов в адрес американской экономики то что ситуация улучшается мы видим это в показателях активности в сфере услуга производственном секторе в рынке труда но пау в очередной раз сделал акцент на то что прогресс есть но недостаточный для того чтобы политика американского регулятора ни с того ни сего стала более жесткой он верит то что тенденция восстановления сохраниться но только в случае сохранения этой восстановительной тенденции американский регулятор позволит себе весьма недвусмысленно а даже однозначно говорить о том что политику нужно менять отказываться от текущих объемов программы количественного смягчения и низких процентных ставок но когда это произойдет неизвестно сроки не названы был вопрос интересный друзья относительно того как рынком нужно интерпретировать текущее заседание после последнего роста инфляции и пол прекрасно понимал что от него требует ответа который будет а соотноситься с какими-то обновленными перспективами изменения денежно-кредитной политики и мне очень понравилась его фраза что если вы требуете ответа на этот вопрос вы можете воспринимать текущее заседание как разговор о возможном разговоре когда фрс задумается о пересмотре денежно-кредитной политики но опять же между строк друзья паул дал очень на мой взгляд красивый ответ относительно того что текущие сроки и ранее обозначенные сроки изменения денежно-кредитной политики они не претерпели ровно никаких изменений то что инфляция растет это нормально рынок труда далек еще от прогресса достаточного для смены риторики американского регулятора и в сухом остатке у нас получается то что по факту прошедшего заседания и оглашения итогов мы сейчас на данный момент ровно с тем же чем были и ранее установки на отказ от денежно-кредитного стимулирования программа количественного смягчения нет дорожной карты выхода из этих экономических стимулов нет просто знаем что стимулирующая политика еще необходимо сроки повышения процентной ставки это все тот же 23 год его не подвинули на 22 друзья как ранее мы ожидали что 22 год это сворачивание программы количественного смягчения в 23 году фрс начнет менять процентную ставку ну да были опять же отдельные комментарии относительно того что в 23 году ставка может быть повышена дважды но неужели вы сомневались в это то есть 23 год это первое решение процентной ставки разумеется этим решением фрс бы не ограничился учитывая то что повышать ставку должны были уже в условиях достигнутых целей по инфляции по рынку труда поэтому я не стану сейчас натягивать этот комментарий на объяснение причин роста доллара я считаю что трейдеры перемудрились реакции которая имела место быть и прямом смысле они сейчас запутались друзья и то что доллар сейчас находится на отметке 91 35 при прежней стимулирующей политики федрезерва это неправильно а американская валюта позиционно должна слабить и дальше и даже несмотря на роста доллара в рамках вчерашней торговой сессии я сохраняю шорт голман сакс буквально несколько минут назад до начала моего выступления вновь пересмотрели ожидания по доллару с учетом опять же вчерашнего заседания федрезерва и рекомендует также удерживать короткую оппозицию поскольку все таки доллар сейчас определяет динамику всех финансовых активов и даже если мне сейчас хочется вернуться к новостному фону и фундаменту по канаде по еврозоне по англии это сейчас неуместно друзья потому что до конца этой недели рынок будет отходить от последствий заседания фрс заново переосмысливать и я не удивлюсь если к концу недели мы увидим абсолютно с таким же зарядом и интенсивностью движения только в обратную сторону поэтому по остальным рисковым инструментом я имею ввиду евро фонд австралийца новозеландеца я принял для себя решение сейчас с ними не работать я оставлю и сохраняю в своем торговом арсенале индекс доллара в шорт продолжая удерживать два фондовых индекса в лонха snp и евростокса и сегодня еще я купил нефть друзья потому что на мой взгляд рынок сырьевых инструментов нефти бренд и wti сейчас находится в некотором вакууме и игнорируют этот шум изменения рыночных настроений когда трейдеры сами не знают что будет с политика фрс и как это должно повлиять на доллар и этот шум хорошо что проходит боком эти активы которые заряжены на движение только на основании спроса и предложения последняя статистика последний отчет по запасам указывает на то что спрос на нефть продолжает расти 73 93 по бренду в моменте мы видим цель 75 долларов за баррель и последний комментарий министр энергетики саудовской аравии о том что грядет супер цикл цен на нефть из-за резкого падения инвестиций цель 75 может быть чуть повыше посмотрим как рынок будет карабкаться к этому значению но думаю что этот сектор сектор энергетики принесет хорошие результаты в самое короткое время на этом собственно все друзья хорошего торговой сессии и до скорых встреч всем пока